добрый день друзья сегодня мы вновь в гостях у булдакова александр константиновича поговорим с ним о насущной проблеме которая многих постигла эту осенью то есть слет пчел болезни пчел ну вот хочу поговорить о новой его технологии так как до этого разговаривали с александр константинович он сказал что помимо той термообработки которую пользуется уже сколько 12 лет с 11 года с 11 года в этом году она немножечко как бы не хватило ее что он добавит в борьбу с клещом ура свою технологию скажите всем доброго дня ну небольшую предысторию надо будет сделать значит термокамерой владею желт с 11 года и с этого времени как бы отработалась своя технология содержания пчел по обработке пчел основной бич это клещ конечно и как бы проблем вот с 11 года никаких нет даже роли это 23 до даже вот года три назад ты приезжал ко мне на весеннюю ревизию пчел и задала вопрос там а какие профилактические меры там какие обработки там чем обрабатываешь корпуса я говорю ничего этим я этим не занимаюсь почему нету проблем ну зачем я буду ходить в работу себе там перевозить пчел лучше да как бы все работало и все было нормально этот год начался как бы все как нормально у меня технологии значит какая с весны продается пчел пчелы значит ну где-то 45 от семей в зависимости как перед зимовой значит оставляю себе где-то шестьдесят три шестьдесят пять шестьдесят семь семьи вот так вот оставляю сезон отрабатывают на мед пасеку восстанавливаю количество пчел проданными ну то есть за счет отводка восстанавливают зиму у меня 110 там до 120 год значит летом весной летом никаких обработок не делал значит во время сокращения гнезд в зиму это 20 августа установка две полоски там или фумисана и флюфолидез и 15 октября обработка пчел в термоками все то есть вот предварительно полоски 2 термокамера очищала с весны и пчела чистые в принципе все это работал всего этот год все то же самое все так же пошло то есть пчелы проданы значит себе оставил все идет развитие тепло развитие твое весеннее мы видим на мае все нормально было в июне правда провалы были там недели по три это провалы в погоде приносим нектара ну сразу все было нормально то есть отводки все это делалось значит меду взял вот я 67 семьи в этом году оставил 600 600 меда взял как у меня как бы для стационара я считаю это нормально значит пасеку 110 семей подготовил нет уже август месяц вот полоски ставил махал мы делали совместную закупку на в чате значит через михаил через щукаря я себе взял по соседям взял при бета вот по пчеловоду как бы все полоски повесил значит пчелы нормальный чем пчелка в конце июня июля уже наблюдал ползет но я сильно не загоняюсь почему потому что ползет каждый год у нас обрабатывают зерновые вот рожь обрабатывают конец июня июля и периодически с интервалом там неделя смотришь утром пчелки ползут там несколько дней проходит пчелки не ползут и поэтому вот эти ползающие пчелы ну напрягать напрягает конечно ну я уже привыкну ползут и ползут сейчас наступит август месяц повешу полоски шибу пойму основного клеща с хотя бы с пчел и уже это будет достаточно на термообработки но в этом году пчелки ползли все то есть не было перерыв да если даже взять позапрошлий год когда ты приезжал на осеннюю сборку гнез с валерой ну вот и я тебе тоже рассказывал на камеру вот буквально недавно ползли пчелы мы с тобой прошли ряд там 13 пчелосемей нашли только одну пчелку то есть перестали ползти вот то есть это ползучка была вот именно от обработки полей в этом году по видимо была другая причина по этой попал звучке ну ползут ползут чем делать все я все подготовил уезжать на юг я уезжаю 5 сентября значит до этого я обычно 8 еще проливаю делают жидкий сироп сказ 80 это я посмотрел малыхина то есть там где-то литра полтора сироп на 7 7 где-то получается будет по стакану на семью ну то есть это не подкормка это просто пролив для чего как малыхин объясняет они облизывают друг друга своего рода профилактика от назематону то есть подкормка не назовешь четыре раза интервал через день значит 5 сентября вот на пасеке еще был 6 уехал попасть и прошел все нормально и когда пролив делал видно что пчел чел здесь и в карманах сидит то есть все как бы нормально ничего не предвещал там приезжаю с юга сразу прохожу по пасеке вот один улей на литках смотрю вкрапление восковые ну понятно лоровки вынесли бывает и такое там при сборке бывает дед матку придавил там еще что-нибудь вот охрана нету все это рушится у них все это за попробовал или пустое вынесли убрал и вижу что ситуация по лету пчел какая-то тревожная то есть какая-то возня идет улитков все там толкаются ну прошел все эти литки прикрыл там по соседям спросил чё как вот напротив сосед слушаем чё-то я уже объединяю пчел а это уже было 20 сентября получается ну чё вечером день теплый был солнечный вечером прошел попасть и чё надрывал первый-второй корпус и смотрел сколько пчел ну где-то 40 семей сдулись на три на четыре рамочки видно прям конкретно сдулись ну чё на следующий день до лёта пчел быстренько прошел и все вот эти подозрительные семьи через газетку друг на дружку посадил то есть их было штук под сон вот этих семей у меня таких про как сделать 20 я их пополам в дальнейшем и они сдулись вот то есть это уже был вот какой-то сбой у этих что это было пока я ничего не голосе не ломал вот как бы понятно что что-то случилось надо искать причину значит предпринимать какие-то действия вот в конце сентября начало августа ничего не стал там ну не знаю чего я ничего если был бы просто процентов уверен то да я там чуть или от клеща бы их там пролечил бы раньше времени или там делал против вирусной обработки значит термообработку мне обычно 15 октября я ее в этом году с 11 начал почему хоть чуть-чуть пораньше потому что термообработка термообработка это уже как будто отсечь вот все кто собрал они так до весны уже и будут зимовать значит сделал термообработку 54 семьи собрал зиму подготовил с одной стороны вроде бы конечно ну как бы трагедия ну то есть было 10 54 два смотрим с другой стороны значит с весны пчелы проданы мед 6 600 собрал с весны было 67 сейчас 54 с этой стороны смотрят вроде бы вроде бы и большой трагедии не все значит пчел обработал уже значит думаю готовлю на следующий год что как принял решение ну 12 семей надо подкупить для чего у меня уже сложилось значит клиентской базы вот где-то дом 5 у меня в розницу уходит то есть по-любому тут я мед не соберу клиентов терять тоже не хочется но за вот эти года с 11 с 12 год я продал где-то уже в районе 7500 ну могу я назову на золи на земле приобрести до трагедии нет был бы у нас здоровье а уж это мы все это подтянем соберем выясним все термообработку сделал все для себя порешил причем у кого брать у нашего фурумчанина кто занимается тоже термообработкой и кстати он в течение сезона ничем не лечим в зиму пошли до 3 килограмм у него пчела 7 он говорит правда разбег от 800 грамм до 3 килограмм то есть если раньше там ну вся пасть сильная в этом году вот немножечко разбег ну тем не менее вот я к чему что человек ничем не обрабатывал ну я тоже у него пару семей да то есть вот вот думаю надо искать причину уже как бы все уже все обработано все сделано ну то есть менять технологию вождения ну не то что менять ну надо хотя добавить самому разобраться надо что случилось то вот мне эту задачу упростило ну сейчас немножко чуть попозже стало значит зашел на пчеловод инфу желтый форум значит там ноябрь декабрь шла прямо очень такая дискуссия вот как раз по поводу вот значит ослабления слета пропажи пчел ну слет вот исчезновения пчел не пропажи исчезновения да то есть там за полтора месяца страниц 150 наверное вот причем принимали участие в этой в этих дискуссиях люди судя по тому как излагают свои мысли там приводят какие-то до то есть работы ученых там зарубежных понимаешь что они имеют отношение к науке там много таких вот значит версии какие значит первые там одна из версий значит назема цирана да это болезнь которая наносит очень большой ущерб и урон во всем мире пчеловодству если инозема апис тут нам проще как бы мы видим знаем что это такое уже проходили будем говорить это уже к концу зимовки к началу выставки мы можем проследить опоношность гнезда уже уже как бы можно предполагать сдать там на анализ вот назема цирана это скрытная болезнь ее так визуально и не увидишь вот то есть она там в течение полутора-двух лет развивается и наносит урон то есть и слет ослабление все происходит то есть вот версия одна версия значит есть Александр Ставропольском крае который значит уже много лет ведет наблюдение мушки значит в чем заключается смысл там мушка проникает в улей через открытый большой ледок там она прыгает садится на пчелу откладывает яйцо яйцо паразит превращается в личинку и пчелу как бы сбивает у нее там всю и пчела уходит далеко от улья для того чтобы она мушка продолжала расширять свой год почему она дальше 20 метров не может покинуть эту территорию а тут при помощи пчелы она как бы может улететь за несколько километров он там вот какую наблюдение все это в деталях описал расписал значит если взять собрать вот этот подморок улев поместить его в какой-нибудь пакет в теплое место то можете проследить как через некоторое время будут в трупиках дырочки то есть это выходит вот там вот это все происходит вот где а он не сказал остается какая-то часть пчел в улей мертвых допустим если взять тоже сделать такое визуальное проходит вот именно ослабление то есть тут не то что слет пчел а вот именно сильное осеннее ослабление и он уже вот много лет ведет это наблюдение хотя там столько много я вот в детали эти сильно не вникал почему потому что там ему даже задают вопросу что вот этих видов мужик там под 200 там с лишним что он и он на анализ не сдавал как какой именно вид вот этих но тем не менее версии такая есть все значит 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 пчеловод узбекистана объясняет что есть пыльца в кавычках так назовем ее дурная пыльца это в него неблагоприятные годы есть определенные виды растений которые выделяют там типа ну там в этой в пыльце присутствует грибок там микоза токсикоза там тоже все эти термины по-научному ну ну версии есть действительно пыльца все равно Саша по пыльце будем так говорить у нас регионы у всех разные и то есть вот эта вот трава она не везде может расти а слет идет грубо говоря и у нас и Белоруссии и Украине то есть там на ближайших ему там и делают замечание вы с Азубикистана все таки теплая страна да и нету такого разнообразия пыльцев но тем не менее версия есть ну да значит версия клещ плюс вирус это вот есть там тверяк который тоже врач и значит свои всякие высказываем подтверждает работами ученых со всего мира вот что клещ разносчик вирусов ну немножко не так у него значит получается причина причина коллапса как бы вирусные заболевания а факторы холод голод клещ вот это факторы значит там как получается пчелиная семья может иметь высокую заклещенность но низкий титр вируса и тогда пчелиная семья даже при десяти процентной заклещенности никакого следа не будет потому что низкий титр вируса соответственно если вирус повышается и человек убрал критический уже вот уровень вируса человек говорит я же обработал пчел то есть вот убрал всего клеща клеща убрал а титр вирус и он уже переходит от пчелы через там личинкам через кормление все ну то есть там очень много интересного но он изложил тоже версия ну и можно еще сюда прибавить версию саша вот в чате вот он высказывал что все наши беды это от китайских препаратов в принципе тоже версия и даже есть видео у Сергея Готки что пластины убийцы он там тоже много лет же там до китая 108 гм он много лет пользовался и вот он тоже отошелся вот такие версии конечно это все надо было бы под себя пробовать но мне облегчило всю эту задачу случай значит у нас в поселке значит где-то 6 пасек серьезно ну как серьезно не 5-10 семей вот нормально вот это где-то 357 вот у нас в поселке значит и на пяти пасеках ситуация ну чуть хуже чуть лучше ну как у меня идентична одна пасека через забор у него все хорошо двадцать одна семья никаких вопросов нет все вот как обычно мы собираем зиму вот мы в этом году занес он у меня все нормально мне это уже облегчило давай его пытать значит какие делал может быть профилактические обработки от назематоза от вирусов от всего какие обработки от клеща значит май месяц он сделал три обработки муравьиной кислотой по 30 миллиграмм сверху в крышечках опять я для чего а он ко мне весной подходил дядя у меня стоит бутылку когда еще года назад к андрею заезжал и вот он мне как бы советовал взять эту бутылочку что с ней делать то я ему говорю ну пропадет ты говорим вот вот он поставил не то что что вот он что-то боялся а для того чтобы и за расход вот он три раза в май попасть на день да ты его три раза поставил значит летом он три раза обработал субб сублиматором причем сублиматор сделал сам на коленке из паяльника сантехнического вот этого вот три раза сделал сублимацию щавелевых кислоты август месяц еще остатки два раза муравинку раздал и повесил полоски который в августе он после сбора мёда уже поставил да вот меня и удивило что муравинина кислота ее выше 25 градусов как бы не желательно поставить да она нежелательна потому что она быстро испаряется нет не поэтому там вообще химические думаешь реакция я уже говорил что я проходил там идет даже гибель маток когда если и жарко вот как это научно объяснить не знаю но это у меня это было все вот и вот две полоски две полоски манхаун вешал полоски это с одной партии которую вот я тоже покупал покупал другим покупал вот осенью уже сентябрь октябрь два раза тут же мне было неинтересно потому что и он уже к этому моменту было все прекрасно все сохраним то есть никакого ослабления у него не было вот мне как бы это облегчило и уже начинаю прокручивать значит назема цирана ну никак не стыкуется с его обработками то есть у него хорошо у меня нехорошо с пыльцой тоже не стыкуется да и по пыльце там много было вот как бы протянули замечали тому пчеловоду Узбекистана что в нашей полосе действительно у нас такое разнообразие пыльцы могут занести пыльцу с пецистидами какие-нибудь когда пыльцу несут обработка полей могут какую-то долю занести в дальнейшем ну не влияет это сильно чтобы вся пасека отсыпалась пыльца отпадает у нас получается мошки эти тоже отпадают почему потому что он говорит 20 метров а у нас моя пасека 15 метров мошки отпадают значит китайские полоски у меня висели две полоски у меня отпадают вот именно в данном случае отпадают остается клещ и плюс вирус а вот такой смотри то что мы все время клещ ура ура есть также трахейный клещ то есть ты же от трахейного клеща говорят еще не сказал что обрабатываешь еще и это я вот пихтовый масло сказать что я специально эту обработку делаю нет вот была у меня эта пихтовая и ставила не было ее там десять лет не ставила в этом году вот нет у меня ее и не буду ставить ну значит а карапидос я все равно увидел одно дело когда пчелка ровненько и ползет другое когда раскрылись крылышки растопырку тут я уже это я определю да еще почему я все-таки склоняюсь что клещ плюс вирус значит продавая пчел обычно 15 или 20 апреля значит как правило в это время клиент приезжает покупатель значит пересаживаю пчел ну что прежде всего маточка увидел показал обязательно и расход как правило ну на трех ну на четырех рамках и то не то что плоды там как на югах показывают в это время уже телевизор да нет у нас как бы это все позже вот и после термообработки клещ он по-любому где-то остается может и на рамке остаться в мизерных количествах все равно остается та пчела которая не попала в камеру да вот и мне тоже спрашивают ты делал когда-нибудь контрольный замер вот что у тебя там по заклещенности весной для чего делать когда все нормально вот ну что я буду себе там вот и получается что клещ свою критическую массу не массу а ну да количество достигал вот в обыкновенный год при нормальной погоде вот как раз где-то там август месяц когда мы вешаем две полоски я клещи основного скину до термообработки мне хватало и как столько лет это уже двенадцать лет это не год не два это уже нормально когда уже можно что-то заявлять что-то объяснять и что-то утверждать ну вот в этом году я продавал пчел у него даже есть у максима сударик на канале видео я сам не знал он снял и вот недавно выставил мы пересаживали не то 17 не то 19 апреля и мы пересадили семью пчел я не поленился вот канал видео выставил достал журнал посмотрел силы семьи какая там номер 15 семьи полтора килограмма это полтора килограмма было на 15 там 20 октября осени то есть они перезимовали и вот 15 17 19 апреля мы пересаживали там получается две медовых ранки нура и на восьми рамках ну не 8 рамках на 8 рамках был расплод такого ну вообще никогда не было соответственно получился не просто сверх ранний старт у пчел соответственно если у пчел там лишние поколение 2 вышло пчелы клещ уже критической массы добил не к двадцатому начало а уже в июле месяц была критическая масса плюс ну да получается твой сосед избил муравьинкой ее по весне если такая же была бы ситуация не просто муравьинкой он еще и в июне я же говорю в июне мы говорим про апрель сейчас вот если он там апрель-май наверняка вот в нашей ситуации мне даже тоже и ты спрашивал какие уже определяют что надо чистить от клеща какие действия будут в этом году вот если будет сезон нормальный в том смысле нормальный что по развитию то есть не будет опять же да никаких действий не будет все как делал в августе две полоски и очень термооборот если сезон будет ранее а оно скорее всего так и будет почему климат меняется уже раньше я вот даже помню ну не знаю к чему выставляли там первые числа апреля у нас здесь ну саш я хочу сказать я такой любопытный немножко да я по погоде залез на февраль месяц у нас где-то с 18 февраля постоянная температура плюс 2 будет ну то есть сдвигается сюда сдвинется вот для этих целей вот сейчас мы покажем что ты короче решил все-таки добавить в обработку это в июнь месяц у нас в июне какая бы ранее весна не была у нас всегда получается в июне месяце провал в природе в приносе нектара приносит пыльцы и всего прочего там понижение температуры там плюс 15 вот так вот в этот момент я думаю сам бог велел там думать из сублиматора вот щавельки обработки можно тяжелой химии ну в школе мы идем пошли по этому пути там термообработка там ну вешаем полоски ну да ну тут деваться некуда просто пчелу тоже надо сохранить но покажешь я сейчас еще объясню значит тоже читал и вот на жопу форум и многие пишут ну клещ не может быть почему да потому что я вот там перечисляет вот столько-то раз обработал от клеща там и в летний период там и дым пушкой значит метра у нас там керосин а вот тверяк объясняет что факторы значит голод холод токсины то есть мы делая обработки тяжелой химии тоже вносим вносим вот токсины как их там правильно назвать то есть мы еще усугубляем вроде бы клеща сбиваем а для пчел вот это не очень хорошо как химия все равно что у нас как бы открытую рану мы будем бьет вроде бы это полезно и обрабатывать надо но соблюдать тоже весь реглан не тупо там весь сезон поливать а тоже соблюдать не просто же так вот сейчас мы же как за частоту меда это то есть не то что нам просто вот в тавропольский край краснодарский многие переходят на безрасходный период изоляцию матки не от хорошей жизни тоже работа деваться некуда если у них вообще нету безоблетного меня братья мальченко они что же мы самые ленивые но так как требует у нас пока еще не краснодар не ставрополь то есть у нас равно есть нормальный период когда пчелы зимовники до четырех месяцев стоят как бы тут есть перерывчик ну тем не менее ранний старт дает эффект покажем саблинатор да конечно вот приобрели у возник у Андрея такую прибуду вот я себе Игорь тоже взял ну это более современный первый саблиматор у меня был сделан как бы на коленке это 85-й год 84-й мне брат помогал там просто был цилиндр куда засыпалась ложечкой 2 грамма кислоты паяльной лампой разогревали насосом все это подавал сейчас насос не нужен ничего не надо вот воздуходовка даже наклоняться не надо на коленах вот подходишь засыпал сюда дозу кислота уже купленных таблеточка будем пользоваться воздуходовку она же отсоединяется мы еще пока ее не сотрепили воздуходовку можно будет использовать осенью во время термообработки пчел да да то есть рамку поставил да то есть придумать просто на пружинке что-то подвешивал и сдувать тоже удобная вещь пригодится ну вот будем смотреть пробовать чтобы ну вот случилось в этом году так чтобы не допускать в дальнейшем можно конечно обвинить соседа дядя Васю обвинить фермеров ну кого угодно обвинять но этим мы ничего не изменим да Саша ну а вот все-таки мы говорили что все-таки как бы он сопроводитель вирусной болезни вот расскажи немножечко вы эндовиразе которая тоже сейчас наши пчеловоды да пользовался это семнадцатый восемнадцатый когда еще силы такой большой нет ни два ни три корпуса пчелы там когда пчела занимает там из росинки пройти достать каждую рамочку росить это не сложно то есть ты каждую рамку нет улочкам проливаешь а каждую рамку поднимаешь с двух сторон на пчелу там какой-то прям сверхъестественный эффект увидел не скажу ничего плохого тоже не увидел поэтому в этом году была совместная запутка но я говорю наши сайты то есть как бы ребята все многие я себе взял потому что первый год моего пчеловождения я делал именно так и то есть тогда у меня было все шикарно в этом году я как и многие тоже понес убытки как объясняет дверяк держать надо всегда вот на уровне не на критическом уровне то есть вот клеща неплохо бы контролировать заклещенность мы никто не контролирует и я говорю мне сколько раз а после термообработки сколько у вас остается клеща я говорю сколько то остается но его остается столько что он никак не влияет на ход зимой я вот даже вот при всем том что вот такая была осень сложная когда просто вот на глазах пчелы сыпались ну я говорю я вот там на пять дней пораньше начал термообработку я обработал пятьдесят четыре семьи поставил вот неделю назад я был сидят спокойненько тихо по улочке то есть термообработка дает еще не просто очищает от креща она еще и делает как бы оздоровление как это научно объяснить не могу ну вот я вижу уже столько лет сколько поставил ну допустим там грубо говоря 110 семей заносишь ну одна семья какая может быть отойдет ну там две маточки две там ну три пусть где-то отошли после продажи пчел делаю там ревизию еще там две-три объединил у которых нету развития вот их можно за уши вытягивать поменять это не мой подход мне проще убрать лишних отводков сделать это будет проще к чему термообработки вот я вот занес многие там сейчас в связи с этой осенней тяжелой ситуации переживают не грамм вот я говорю я знаю я их вот сейчас в марте 54 то есть вот это термообработка а это будет плюс я говорю если будет сезон нормальный то и распаковывать не буду если вот как прошлый год ранний ну думаю в июне месяц вот когда там 15 градусов когда в природе ничего это же недолго я не знаю 10 по-моему тут можно 10 порций засыпаешь ну сколько тут по времени очень шикарный агрегат ну да не наклоняться ничего в леток сунул вот а теперь то есть это как в нижний леток в самый на днище конечно чтобы а у кого если сетка на дне то закрывать оно по-любому идет кверху туда как он объясняет самый остриков объясняет значит мы засыпаем сухой сухую щавель за счет температуру 220 она превращается в дым в парк это все дело проходит через весь улик пусть там даже три корпуса или сколько неважно это все дело моментально превращается опять обратно возвращается в кристаллы кристаллы остаются на стенках ульев на стеночках сотиков там все насел пчелы воспринимает его как мусор то есть его надо удалить они все кристаллики собирают стараются вынести это не я это остриков так объясняю я понял они это все выносят а у клеща обжигаются присоски то есть вот с этим и почему значит и олег по-моему с балашова писал что после обработки щавелью кислоты он контролирует осыпь клеща и она не день не два и не три то есть несколько дней вот пока это все работает кристаллизацию пока все не пчелы приносят клещ обжигает свои присоски и вот в течение того сколько клещ он же вылупляется смесь с пчелой каждый день вот он родился хлоп-хлоп обжегся еще такой вопрос Саша сколько раз планируешь обрабатывать тщательной кислотой с каким интервалом еще рекомендуют кто 4 кто 5 дней интервал и как минимум хотя бы 3 раза у нас же все таки вот смотри я так вот посчитал у нас же 21 день пчеловой нет ты не путай 21 день это от яйца ну от яйца и мы первый день начинаем обрабатывать уже яйца же отложены у нас ну клещ заходит не яйцо он заходит уже взрослую личинку которую завтра после завтра запечатают то есть мы считаем 12 дней запечатаны мы прибавляем еще пару дней вот если через 4 дня ну значит 4 раза надо обработать вот да если мы даже 3 раза обработаем через 4-5 дней все равно основная масса уйдет и последняя обработка кристалл остается все равно клещ будет он будет сталкиваться с этими кристаллами все равно он будет осыпаться 2 раза ну как бы это все таки маловато раза 3 я думаю тем более пчелам как объяснять кислоты хотя вот слушал значит рахматуллина то ничего путево про кислоты не говорит то есть как бы это тоже не есть хорошо слушаешь кашкостку домой не слушаешь пчеловоду что что мурагины что щавелевая кислота ну это органические кислоты никакого вреда ни меду ни в чем но тот же саша антон же за кислоты у нас сейчас ну да он полностью перешел на кислоты да и работает все саша много любителей которые смотрели мой канал где мы с тобой обсуждали именно весеннее развитие двухматочные и двухсемейные вот чтобы ты мог сказать на своем опыте на опыте своей басики то есть что какое бы ты отдал предпочтение как бы ты сейчас вот если бы вдруг перейдешь на двухматочные двухсемейные то есть что бы то есть что понравилось тебе так начнем сначала значит в этом году у меня было излишек шестерамочников я тупо значит десять шестерамочников поставил над семьи ну семьи семьи которые не на продажу а семьи которые послабее то есть в одном корпусе который остался у меня и еще четыре шестерамочника я поставил попарно для того чтобы их сделать потом двухсемейные то есть два шестерамочка вплотную только литок сюда литок туда ну просто хотел попробовать ну да то есть у нас как бы есть один такой неугомонный у него немножко по-другому у него взгляды то есть он вот интересуется да и интересуется и у него проблемы с местом то есть ну количество ульев да то есть он не может себе позволить то есть ему чем держать 20 ульев ему лучше поставить 10 корпусов ну то есть 10 ульев там по 2 по 3 корпуса чем по корпусу ну вот получилось что где 2 двухматочные вот 10 штук 8 штук я поставил через разделительную решеточку значит и две штуки две семьи попробовал не две семьи а два места попробовал через через прополисную решетку дав общий воздух но не давая пчелам перемещаться общаться то есть грубо говоря у тебя нижняя семья грела более более но назвать там допустим что вот две эти мощные семьи нет мы с тобой вес как правило внизу килограмм кило двести это вес не весны это вес перед зимовкой 15 октября это с учетом того что пчелы перезимовали что-то там какая-то горчость что-то дошло да то есть вот такая была ситуация значит по разделительной решетке там мне сразу объяснили что была ошибка допущена что нельзя вверху оставлять лишние рамки вот для чего чтобы пчелам было вверху тесно и им была необходимость опускаться вниз потому что вверху теплее они соответственно стремятся вверх вниз они могут бросить что мы с тобой наблюдали в двух уликах матка практически брошена хотя матки были неплохие и они потом в дальнейшем себя показали когда я им создал условия для развития вот ну сказать что я буду дальше пользоваться вот этим двухматочным нет мне это не устраивает мне это и не надо вот я просто попробовал для себя ну мы ответили значит две семьи которые были через прополисную решетку этот я опыт повторю в этом году в связи с тем что все-таки пчелы не такой большой силы пошли а мне что понравилось значит там было видео вот мы когда ты приезжал уже вот там третье третье видео мы с тобой смотрели я не поленинца тоже достал журнал посмотрел значит ту семью которую мы с тобой перебирали внизу был килограмм наверху 800 грамм значит мы с тобой смотреть 27 апреля внизу мы добили корпус и наверху добили то есть там рамок по пять расплодов это грубо говоря 800 грамм был осенью а тут там на пяти рамках расплод уже вот 27 апреля вот действительно был развитие в этом году у меня я значит перед выставкой найду шестерамочники которые послабее там есть 750 грамм 800 грамм такие шестерамочники мелочи перисобачьи и буду пять улев поставлю через гнездо для чего сверху шестерамочник вот этот который будет помечен где там 700 грамм значит будет весенняя ревизия через это убирается прополюсная решетка сверху вот этот сломышленный значит наступит момент там 1 мая там 10 мая неважно когда они разорваются до нормального состояния они же у меня через одно будут стоять вот они уже корпус набрали на отдельные донышко крышку и потихонечку смещаешь и рядом его ставишь то есть вот пять штук я вот так вот сделаю мы будем приглашены к тебе на классе мы людям покажем то есть двухсемейные двухсемейные ну в принципе это работы но в моем случае когда улик рут и десятирамочный то есть на семью получается по пять рамок рута через глухую перегородку и сверху уже у нас общее это все пространство пять рамок это маловато приходится часто туда заглядывать матки подставлять под засев убирать что-то оттуда или печатку или что-то поднимать ее наверх вниз ну тоже когда два корпуса еще пол когда три-четыре чтобы попасть вниз туда в гнездо к этим двум семям надо вот эти два-три копсы убрать туда залезть тут пчелы как бы уже тоже мощь появляется нет тоже были бы какие-нибудь дадан хотя бы по пять рамок еще бы куда ни шло двенадцатерамочные тоже куда бы ни шло уж не говоря там если это какой-нибудь лежак то тут вообще вопросов не будет это не у тебя есть да пускай ну вот так ну ясно ну все дорогие друзья все наверное на этом закончим всего доброго до новых встреч